В Кушве в суд передали материалы резонансного уголовного дела о ДТП со смертельным наездом, в котором фигурирует замначальника местной полиции, бывший руководитель Кушвинского отделения ГИБДД, подполковник Максим Иванцов. По версии следствия, в 2019-м, 18 ноября в 8-м часа утра, офицер полиции за рулем личной черной иномарки Киа Стингер по дороге на работу сбил насмерть 62-летнюю работающую пенсионерку Людмилу Боярских. Трагедия произошла на Т-образном перекрестке Кушвинских улиц Красноармейской Майданово. Удар иномарки был до того ужасным, что с ноги немолодой женщины слетел валенок, ее пухобик был разодран на куски, а сумку отбросило метров на 15 тела. Сам подполковник полиции и после трагедии в ходе долгого следствия утверждал, и продолжают утверждать, что его вины в случившемся нет. Беда произошла на темном участке дороги, и женщина, второковое утро спешившая на работу, как и Иванцов на службу, только в поликлинику, в которой Людмила Боярских трудилась гардеробщицей, переходила в неположенном месте. Следственные органы четыре раза отказывали семье погибшей в возбуждении уголовного дела, и прокуратура раз за разом обжаловала эти решения. Через 13 месяцев после страшной дорожной аварии, в прошлом декабре, было-таки возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. Санкция по этой статье «5 лет» уточнила в комментариях СМИ старший помощник областного прокурора Марина Канатова. Руководитель пресс-службы полицейского главка Валерий Горелых сообщил о том, что уголовное дело, о котором идет речь, весьма неоднозначное, и делать скоропалительные выводы преждевременно. Только суд установит, виновен водитель или же нет. По словам полковника Горелых в то утро 2019-го, подполковник полиции находился без формы, но спешил на работу за рулем личного автомобиля и допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте и на неосвещенном участке дороги. Водитель был освидетельствован медиками, в его крови алкоголь не обнаружен. Это была почти цитата из комментариев представителя полицейского главка. Это не просьба о финансовой помощи, это призыв сохранить остатки честной и патриотической журналистики на Урале. Если хотите 9,5, как раньше, жестко, метко, хлестко, без соплей, то помогите нам, станьте нашими спонсорами. Сила в правде, и мы ее постоянно показываем. Поэтому, если кто-то сможет в это тяжелое время найти небольшую сумму для новостей «Черемета», будем благодарны, отработаем сполна. Просто нажмите в нашем профиле кнопку «Спонсировать» и следуйте дальнейшим указаниям и инструкциям на экране. Заранее спасибо, ребята, вместе мы выстоим.